Господи, найди новые души, коснись их сердец. Допознают они Твою любовь, Господи, что Ты умер из-за них. Во искупление грехов наших, слава Тебе! Благодарим Тебя, наш Господь! Аллилуйя! Прости и помилуй, Владыка! Дьявол все перевернул. Господь сказал, чтобы человек не делал греха. Делать грех – это стыдно, позорно, а каяться – это приятно, это освобождение от тяжести. Дьявол все перевернул. Грех делать без стыдства, а на покаяние не идут, прячутся. Да разве можно сокрыться от Господа? Взрослые люди прячут себя. От чего? От покаяния. А греха не стыдятся. Пытаются жить во тьме, как черви подземные. Аллилуйя! Господи Боже наш, слава Тебе! Благодарим Тебя, Господи! Хвала Тебе! Ты позволил нам сойти в это место, место мрака и тьмы, Содом и Гаморра, где половина людей раздетые, дьявол разоблачил, показывает тело свое, годное для блуда. Это торжеще сатаны. Скверно! Сквернословие, табакокурение, наркотики. А Ты, Христос, зовешь оставить это все, принести покаяние, иметь жизнь вечную. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебя, наш любящий Господь! Великая милость Твоя! Мы пришли сюда, Господи, чтобы пролить свет Твой, возвестить людям о спасении от Тебя. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Верующий в Тебя не умрет, но переходит от смерти в жизнь. Ибо плотская смерть – это не конец. Окончание дела будет на суде Божьем, когда грешники будут брошены в озеро, кипящее огнем и серою. И это смерть вторая. Пощади нас, Владыка! Ты занял наше место на кресте, чтобы мы, веруя в Тебя, имели жизнь вечную. Аллилуйя! Хвала Тебя, наш Господь! Слава Тебе, милосердный Создатель! Божий всемогущий, хвала Тебя! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! И найди новые души в этом Содоме и Гаморе, в этой пропасти ада и тьмы, где мы находимся сейчас. Ты повелел нам прийти сюда, возвестить радостную весть, что Иисус умер за наши грехи и зовет всех к покаянию. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. И на суде Божьем он уброшен в озеро, кипящее огнем и серою, где дьявол мучается, где черни умирает, а огонь не угасает. Господь говорит, я предложил тебе жизнь и смерть, благословение и проклятие, свет и тьму. Избери жизнь, зачем тебе погибать. Будь милостив нам, Господи. Укрепи силу и духа твоего святого. И найди новые души. Аллилуйя. Аминь. У вас вопрос какой-то есть, нет? Нет, просто слушаю вас. Да. Потому что люди здесь собрались только для блуда, не для чего больше. В 80% примерно мусульмане и половина раздетые из всего количества. Показывают, какие мускулы, то есть они утомимы, в блуде будет. Больше ничего здесь нету. И поэтому Господь повелел нам прийти сюда и возвестить. Что ожидает людей за это? Слава Иисусу Христу. У вас в доме-то Библия есть? Нет. Нету. А вы приобретите. Здесь ответ на все вопросы, какие у нас есть. Вот она. Это в любом православном храме можно найти. Нет, но я не крещеный сам. Это жизнь вечная. Понимаете, это по легкомыслию человек сегодня считает более важные дела. Более важного нет дела душу спасти, Христа прославить. Вот вы еще молод, а потом, когда оглянетесь, и ничего нету в жизни, что делали, строили, все это сгнивает. А душа бессмертная осталась ненакормленная. Господь говорит, весь мир приобретешь, а душе повредишь. Какой ты выкуп дашь за душу свою? Я вот 23 года обратился по Евангелию, и 56 лет иду этим путем. И какие испытания Бог дал на пути, я за все благодарю. И тюрьма, и лагерь, и гонение, давление, 26 лет мужчине, как будто сегодня это все было. А если я не верующий был, какая моя биография была бы? А так я преподавал в разных университетах, радиопрограммы такие Господь дает. Начальник детского лагеря, 45 лет, тысячи детей подняли, без помощи государства. Это чего стоит? Почему? Христос. А если бы не Господь, я бы даже ничего этого не сделал. Все, благое время, Господь. Знаете, молодые силы посвятить для Бога, а не когда святые завянут на помойке. Под старость уже согнулся, в церковь идет. Вот какая польза-то? Конечно, польза для души. Господь не отвергнет из старости лет, в 11 сейчас пришедшего. Но главное, в душе это радость, когда ты для Бога служишь. Каждый день ищешь благословения Его. Он указывает. Вот вчера мы были, тут оформляли какие-то документы там по дому. У меня квартира освободилась, и я ее тут, по милости Божьей, передал другому. Но тут требуют документы. Я сказал, мне трудно передвигаться. Я не люблю ходить, потому что зима, сижу дома, здесь занимаюсь. Я не ожидал, сколько добрых людей Бог дал, которые внимательно слушают. Всем подарили Евангелие. И там в нотариальной конторе, и везде. Заходишь, толпа народа, она по одному только выходит. Мы зашли, она дверь закрывает, никого больше не слушает. Притом, люди в первый раз нас видят. Почему? Свет небесный. Это Бог делает. А неверующий – это мусор. А зачем ты нужен? Кому? Мне вот больницу пришлось положить. Я на стройке всю жизнь проработал. Ну и позвоночник там раздавило от тяжестей. Три грыжи. То в первый же день пришел один татарин, профессор. Слава Христу! Аллилуйя! Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня в злачных пажитях. Аллилуйя! Слава тебе, милосердный Создатель! Кроме тебя нет иного Бога. Хвалит имя твое всякая душа, Господи. Тебе, Боже, слава! Тебе хвала! Тебе честь и поклонение за все Твои милости и долготерпение, любящий наш Создатель! Аллилуйя! Ты позволил нам остаться здесь, в этой яме греха и преступности, чтобы возвестить людям о спасении, что никакие прелюбодеи, блудники, сквернословы, пьяницы Царствия Божия не наследуют. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а не верующий, он не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омочаю ложу мое, слезами моими омочаю постель мою. И сохло от печали око мое, оббежало от всех врагов моих. Удалитесь от меня, все делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плаща моего. Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно. Слава Христу! Благодарю тебя, Господи, за милости, явленные в этом дне начинающемся. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Господи, пошли до новых благовестников, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И всем возвести о любви Твоей. Аллилуйя! Возвещу. Возвещу обязательно. Как только. Вам того же. Храни вас Господь. У вас какие-то духовные вопросы есть? Духовные? Есть. О спасении души? Вы где находитесь вообще? В Парнаул, Алтайский край. А что это у вас там, спальные места какие-то, да? Да нет, это я затаренное пространство называю. Небольшие комнаты, а гостей много. Я так сделал, чтобы было где отдыхать. Я завидую, как много у вас. Три яруса, да? А вы священник? Нет, брат у меня священник. А я простой мирянин. Ну, понятно. Как вы в деревне живете, в городе? Мы строим с нуля православную деревню. Вот вы если зайдете в Ютубе, «Во свете Библии» называется. «Во свете Библии». А вы старая вера или... Из старая вера, я сейчас вам отвечу. «Во свете Библии» у нас 14 тысяч роликов там. Там вы ответ найдете на все. Наша миссионерская поездка от Владивостока до Лиссабона. Как Господь мне позволил издать книги, 38 томов, и 650 библиотек подарить пришлось проехать. Где выступать? 38 томов, 650 библиотек. Да, это мои книги, по 752 страницы. У меня жизнь такая. А как вас зовут-то? Игнатий Лапкин. Вы, Игнатий Лапкин, автор книг, 38 томов. А что там в 38 томах, сколько написано-то всего? Ну, в первую очередь, что я прошел необычный путь, как я обратился к Богу. Теперь я одновременно вел занятия в пяти университетах, в Академгородке. Как это? Одновременно прямо? Одновременно прямо. По скайпу, что ли? Да не по скайпу. Тогда не было скайпа во мое время. Потому что два раза занятия в неделю. В разное время. Так просто. Там все показано. Летали? От одного другого университета? Вы, когда зайдете, во свете библии называется YouTube, там 14 тысяч роликов. И вы увидите, вот, допустим, на сайт зайдете, сайт тоже во свете библии. И справа я отвечаю на вопросы. 4 124 вопроса, которые задают мне по радио. Я три программы регулярно вел. Биография такая, что меня за слово Божие садили, пять тюрем прошел. Людям это интересно. Проповеди. Ответ на вопросы. Притом вопросы очень подробные. На основании Библии, святых отцов, жития святых, канонов церкви. Вот что. Понятно. Вот здесь находятся люди. Вы православные? Православные. Православные. Понятно, Игнатий. Ну, всего вам хорошего, Игнатий. Храни вас, Господь. Вы заходите на YouTube, там вы увидите себя, наша беседа будет там поставлена в интернете. Я тоже записываю нашу беседу, но не знаю, поставлю или нет. А вы поставьте. Пускай люди знают, что Христос любит. У меня канал называется Пикейный жилет. Я за мир и дружбу, в общем. А мы пришли людям в эту яму, в рулетку. Здесь только для блуда приходят люди. На 90 процентов. Нет, нет. Игнатий, очень много людей приходит поговорить. А о чем говорить, когда раздетый сидит? Половина голая. Раздетого вы переключаете на другого? Нет, другой, а другой лежит и творит блуд. Третий показывает. Ну, ты третий вам. А четвертый анонизм занимается. Прям открыто показывает сидит. Так это же одно и то же. А что блуд, что она не... Тут 80 процентов мусульмане. Я ему говорю, зачем пришли. Четыре жены тебе надо платить колым. А тут 44 бесплатно. Жеребцы ненасытные. Игнатий, у вас дверь сюда достучится. Нет, это ко мне... Сейчас, минутку. Это у меня за стенкой. Мы встаем 4,40. Так, наверное, как раз и 4,40 и есть. Чтобы... Ага. Если я просплю, чтобы поднять на молитву. А я встал 2 часа. А они выполняют, стущат мне. У вас 4,40 уже? Мы... Да, у нас 4,40. Это Барново, Алтайский край. А-а-а, круто. Вот. Мы для Бога стараемся людей направить. Рассказать им. А вы говорите не так. Нет, так. Я уже второй месяц здесь нахожусь. Второй месяц. И другого мнения не будет. Потому что... Говорит нещий. Малые дети. Только начинает говорить и матерки. А где вы родились? Где вы родились? Да я родился в Алтайском крае. Здесь же. Ага. Слушайте, ну... Второй месяц. Здесь очень много людей на самом деле. Вы берите Украину в качестве... Я... Страны собеседника. Вы брали в Украину, Америку. Тут 95. Все. Кто составил-то этот... Вот рулетку-то? Мальчишка. 17-летний двоечник. Ну и что? Вы же пользуетесь? А, ну для того... Для того это место специально Содом и Гаморра. Что здесь делают? Игнатий, Игнатий, я с вами не согласен. Здесь очень много интереснейших людей. Очень много. Просто вы не теряете надежду. Даже те, кто занимаются блудом, они должны быть вами, так сказать. Вы должны ими заниматься. Это тоже наши братья. Да нельзя заниматься. Только мелькнуло, доля секунды они сразу уходят. Они видят, что я молюсь. А я как могу остановить их? За секунду пытаетесь делать? Да нету секунды, нету. Он только мигнул доля секунды. Почему? Сатана наводит страх. Потому что его ждет муха вечная и людей туда тянет. Меня убеждать не надо. Я 56 лет иду этим путем. Я убедился... А где ваши книги? Вы их где храните? Еще раз говорю. Ну, библиотека имени Ленина. Москва. Парламентская библиотека в Москве. Историческая библиотека в Москве. 650 городов, которые на миссии мы проехали от Калдивостока до Лиссабона. Я подарил книги, библиотеки. 650 городов. Мы прошли... Игнатий, а вы считаете, что те, кто занимаются блудом, они милости не достойны Божьей? Я как раз этого не говорю. Приди и покайся. Господь умер за наши грехи. Я не говорю наоборот. Не отчаивайся. Но они не хотят слышать. Вот маленький ребенок... Может быть, они потом покаются. А потом этого не будет. Написано, не хвались завтрашним днем, ибо не знают, что он родит тебя. Примудно Соломон говорит. Все знают, а спасения не знают люди. Продолжение следует...